Данное чудо прибора показывают. Перед нами легкий курильщик. С макелайзера определяет содержание выдохи токсинов, конкретно окиси углерода. Всего же в сигаретном дыме более 4 тысяч вредных веществ. Денис бросил курить пару недель назад, но результаты медосмотра все равно не идеальны. Ему 27 лет, а легкий на два года старше. Сказывается внушительный стаж. Дымит полжизни. С возраста начинаешь больше думать о своем здоровье. Во-вторых, из-за пропаганды здорового образа жизни, средств массовой информации в том числе. А в-третьих, друзья и коллеги начали бросать с недавних пор. И я тоже как-то по их стопам потихонечку. Но это причины. А поводом собрать волю в кулак послужил конкурс, объявленный для своих сотрудников в Вологодской таможне. Акция «Скажи нет сигаретам» стартовала 20 января. Сегодня Денис прошел медосмотр в первый раз. В марте повторит. Таковы условия конкурса. Эти все медицинские документы, которые мы получили в ходе первого обследования и получим в ходе второго, их будет рассматривать специально созданная комиссия. И уже, так скажем, там определяться будет. Ну, соответственно, с консультацией медицинских работников, кто из наших участников действительно продержался, кто у нас сорвался. Всего смельчаков 13. Самый стойкий получит ноутбук. Главный же подарок – это, конечно, здоровье. Вот у меня сигареты, какие я сейчас. Конфеты – один из заменителей сигарет. Еще как действенные варианты участники конкурса предлагают уйти полностью в работу, заняться домашними делами и спортом, чтобы наперекур времени не осталось. Об этом же думает и руководство. Место для курения в здании только одно. И чтобы туда добраться, потребуется немало времени и сил. Сначала надо пройти по этому коридору. Потом подняться по лестнице на следующий этаж. И снова коридор. И снова лестница. И так до пятого этажа. Вот на эту маленькую холодную площадку. Скоро же, возможно, и этот скромный приют курильщика исчезнет. Здание таможни собираются объявить зоной свободной от курения. Так руководство заботится о здоровье подчиненных. Табакозависимость уже признана болезнью, говорят врачи. И для того, чтобы избавиться от ее последствий, потребуется время. Если функциональная активность легких сохранена, то через месяц количество токсических веществ либо уменьшается в два-три раза, и в ряде случаев легкие могут очиститься от токсических веществ практически полностью. Большинство функциональных показателей у курильщика восстанавливаются через год. У Дениса с активностью легких все в порядке. Поэтому его организм в полную норму придет уже через три месяца. Главное, чтобы сила воли не подвела. Дарьян Финогенова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.